Кубинка-8. Именно это место выбрали инспекторы для проведения профилактического рейда. Здесь расположены школа номер 2 и детский сад. Несмотря на раннее утро, 7 часов 30 минут, детей уже начинали подвозить к образовательным учреждениям. Участники рейда останавливали только те машины, в которых находятся дети. Автовладельцев проверяли на наличие в транспортном средстве специальных удерживающих устройств или детских кресел. Их отсутствие влечет за собой административную ответственность к штрафу в размере 3000 рублей. Но финансовая сторона вопроса здесь не главная. Самое важное – это безопасность детей-пассажиров. По статистике, на территории Московской области за 4 месяца произошло 157 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 169 получили травмы различной степени тяжести и 5 детей погибли. Сотрудники ОГИБДД проводят профилактические рейды регулярно. Однако, как показывает практика, безответственные родители продолжают перевозить детей не по правилам. И на этот раз были такие, которые, увидев инспекторов ГИБДД, просили детей лечь на пол автомобиля, а в остановленной машине сзади на полу лежал школьный рюкзак, под которым прятался испуганный ребенок. Были и такие, кто утверждал, что их чадо уже взрослое, им по 7 лет и старше, и автомобильное кресло им не надо, видимо, забыв, что по правилам дорожного движения удерживающее устройство необходимо для перевозки детей до 12 лет. Также среди задержанных оказывались водители, утверждающие, что всегда очень ответственно относятся к перевозке своего ребенка. Но именно сегодня так получилось. Так как у нас мама в основном отвозит ребенка в сад, поэтому проблем нет. И постоянно перекидывать кресло не всегда, как говорится, память сработает. Поэтому это случай из ряда вон. Цель рейда – не оштрафовать. Цель – профилактика. Поэтому с каждым нарушителем проводилась беседа для того, чтобы водитель понял – ничто не может оправдать пренебрежительного отношения к детской безопасности. Мне очень нравится реклама, которая сейчас на билбордах, где напротив детского кресла сфотографировано кресло инвалидное. Я думаю, это очень хороший стимул, чтобы все отреагировали на правильное решение. Порой слово может стать более эффективным методом, нежели штраф. Инспекторы раздавали автовладельцам памятки и листовки. Признание собственной вины при перевозке ребенка без специального удерживающего устройства для некоторых родителей принесло пользу. И в подарок они получили детские удерживающие устройства «Фест». Рейд выявил, что водителей, нарушивших ПДД, не так много. Зачастую сотрудники ГИБДД ограничивались предупреждением. В этот раз было выявлено 16 административных правонарушений. Мы выбираем это время, потому что как раз профилактика с родителями происходит тогда, когда они перевозят детей, отвозят детей в школы, в детские сады. Наша цель не наказать родителей, а внушить им, что перевозка детей без удерживающего устройства недопустима. Цель нашего мероприятия это довести как до родителей, так и даже до маленьких детей, что их безопасность это в их руках, все в родителях. Потому что статистика показывает, что дорожестранственное происшествие с участием детей, она плачевная. Дети страдают и иногда из-за халатности родителей, потому что отсутствуют те или иные детские удерживающие устройства. Сотрудники Одинцовского ГИБДД еще раз призывают родителей своевременно позаботиться о безопасности маленьких пассажиров, приобрести кресло или иные удерживающие устройства, а кроме того обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на улице и в транспорте, учить быть осторожными и осмотрительными. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.